Скейт-контест для сахалинских экстремалов состоялся в областном центре. В рамках проекта «Школа уличного спорта» за титул лучшего скейтера боролись несколько десятков человек. Зрелищное мероприятие стало итогом трехдневных мастер-классов от гостей скейтбордистов из Владивостока и Хабаровска. За несколько дней спортсмены выучили новые трюки, а также опробовали их на площадках в разных городах острова. На площадке скейт-парка 1 августа спортсмены устроили борьбу сразу в нескольких спортивных номинациях. Среди островных скейтеров интрига разыгралась в соревновании на самый высокий олли. Прыжки через несколько скейтбордов. Самые ловкие спортсмены дошли до финала и прыгали сразу через девять скейтбордов. Юрий Чемодуров стал одним из лучших в этом состязании. Именитый сноубордист впервые выполнял подобные трюки и лишь на последних прыжках уступил сопернику. Хорошо кататься, хорошо чувствовать доску и все. И уметь хорошо делать прыжок олли. Человек по фамилии Олли в Калифорнии первый сделал этот трюк. Давно-давно, еще где-то в начале 90-х, 80-х. Кроме прыжков олли, в рамках скейт-контеста состоялись соревнования Game of Skate и борьба за исполнение самого лучшего трюка. Финалисты всех испытаний получили призы от спонсоров, ну а главными наградами стали новые скейтборды. Они стараются, катаются. И просто я хотел посоветовать им просто почаще выезжать хотя бы по Дальнему Востоку, можно на Запад. Ну и на Кроняк, ну самое лучшее за границу. К примеру, в Китае. В Китае можно очень сильно прокачаться. Подобные мероприятия подготовили и для других уличных спортсменов. С 10 августа начнутся мастер-классы с приглашенными тренерами по трикингу, самокату и велосипедам BMX. А 13 августа все ребята примут участие в первом фестивале уличного спорта. А 13 августа